Ну чё ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи, и заранее хочу всех поздравить с наступающим новым годом и с наступающими праздниками. Капец, честно говоря, уже не верится, что буквально за несколько дней будет новый год. Эх, как же время быстро летит. Но ладно, мы сегодня не об этом. Сегодня я вам покажу одну из самых полезнейших программ для вашей винды. Наверняка каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда ты хочешь найти какой-то файл, но не можешь. Допустим, ты хочешь найти какое-то видео, ты знаешь даже как оно называется, и ты знаешь, что оно есть у тебя на компе, но ты никак не можешь вспомнить, где оно у тебя находится. Ну а пользоваться поиском, сами знаете, затея очень печальная, потому что это всё будет очень долго. Здесь, как правило, нужен мощный процессор, чтобы поиск работал корректно и очень быстро тебе находил то, что ты хочешь. В принципе, да, по факту поиск в проводнике, он рабочий, но он очень медленный. Так вот, а сегодня у нас будет обзор на одну из самых лучших программ для Windows, потому что с помощью этой программы вы сможете найти абсолютно любой файл в вашей системе, если вы, конечно же, знаете название файла. И вот как выглядит данная программа. Она называется у нас Everything, что с английского на русский переводится как абсолютно всё. Так вот, с этой программой можно очень легко, а главное быстро найти тот файл, который ты хочешь. И оно будет показывать путь, и из этого ты можешь просто взять и запустить данный файл. Допустим, я хочу найти программу под названием Rufus. Я не знаю, где она у меня находится. Представим себе такую ситуацию. Я просто её вписываю сюда, то есть вот Rufus. И как видите, мне сразу же показывает все файлы, которые нашло по этому имени. И здесь прямо отсюда можно запустить. Вот, два раза нажимаем, и у нас запустилась программа под названием Rufus. Также, допустим, с Spotify. Приведу просто на примере. Я не помню, где у меня хранится Spotify. Я не знаю, как его открыть. Просто беру и в поиск сюда вписываю Spotify. Всё, вписал. И у меня опять-таки отображаются абсолютно все файлы, которые были найдены. И отсюда можно спокойно взять и запустить, допустим, Spotify. Вот, запускаю, ждём немножечко, и всё. Spotify у нас, считайте, что запущен. Так что программа просто, ну вот, максимально полезная. Я даже не знаю, как это можно объяснить, но это просто одна из самых лучших программ. И я очень сильно жалею о том, что об этой программе только узнал буквально несколько дней назад. И самое крутое, что эта программа абсолютно бесплатная. Заходим в браузер и на вот этот вот сайт. Если что, ссылочка будет в описании. Просто выписывайте в поисковике, скачать everything. И заходите на самый первый сайт. И вас перекидывает вот сюда. Думаю, с этим понятно. Ну и здесь, самая последняя версия. Здесь вы можете выбрать, какую хотите установить. Здесь у нас есть устанавливаемая. То есть, это защищает то, что будет .exe файл. Есть портативная. И устанавливаемая лёгкая. Этих три, которые находятся вот здесь вот, они для Windows 32 бита. Ну, то есть, для тех систем, у которых система 32 бита. А вот здесь уже на 64 бита, что даже подписано. И сейчас хочу сделать всем предупреждение. Если вы используете очень слабый ПК, то есть, даже не знаю, если у вас, допустим, мало гигабайт оперативки, допустим, 4 гигабайта или 8. Ну, хотя 8 это уже неплохо. Ну, короче, если у вас максимально слабый комп, ну, вот прям максимально, то в таком случае советую установить лёгкую. То есть, вот, она подписывается, устанавливаемая лёгкая. Данная версия будет просто кушать меньше оперативки. Но если же у вас много оперативки, то просто берём и устанавливаем простую версию. Здесь вы можете выбрать, какую вы хотите установить, портативную, либо же устанавливаемую. И здесь уже выбирайте на свой вкус. Но сейчас я вам покажу, сколько данная программа кушает оперативки. Как видите, здесь она у меня кушает 101 мегабайт оперативки. Но это по той причине, что мы её открыли. Если же мы её сейчас просто возьмём и закроем. Она у нас здесь пропала. И теперь мы видим, что она кушает немножечко меньше. Но в среднем она кушает 100 мегабайт оперативки. Но опять-таки, если у вас много оперативок, то это очень мало. Другое дело, если у вас, допустим, 8 гигабайт оперативок, что на 2024 год уже очень мало. Потому что даже не то, чтобы игры, даже программы уже требуют побольше оперативки. И с каждым годом программы и игр кушают всё больше и больше оперативок. Так что, если у вас 8 гигабайт оперативы, то всё-таки лучше скачать лёгкую версию. Которая будет кушать поменьше оперативы. Как данную программу открыть? Показываю. Снизу у вас в трее будет значок данной программы. Как видите, вот такой вот его вид. Мы просто на него нажимаем два раза. И вот, собственно говоря, появляется сама программа. Что здесь, в принципе, ещё такого интересного? Первым делом можете проверить обновление. Потому что программу обновляют. У меня же, к примеру, самая новая версия. Как зайти в настройки программы? Смотрите, нажимаем сюда «Сервис» и, как видите, «Настройки». Либо же просто «Контрол плюс П». Заходим. И здесь у нас открываются настроечки. Первым делом заходим в «Общие». Здесь первым делом можно выбрать язык, который хотите. Здесь можете выбрать «Хранить настройки и данные по такому-то пути». То есть, грубо говоря, по этому пути у вас будет храниться история вашего поиска в этой программе. Я же советую убирать галочку. Здесь проверять обновление программы при запуске. В принципе, можете. Здесь уже чисто по желанию. Дальше, следующая галочка «Запускать при загрузке системы». И здесь уже выбирайте на свой вкус. Я же, к примеру, поставил галочку. Потому что тем самым можно намного быстрее запускать её. Просто берёшь, нажимаешь сюда вот и она у тебя открывается. «Запускать от имени администратора» — это очень важная галочка. Здесь я абсолютно всем рекомендую её поставить. Потому что с помощью этой галочки у вас будут прям искаться абсолютно все файлы. То есть, даже те файлы, которые потенциально скрыты. Здесь следующая галочка под названием «Служба Everything». Здесь по умолчанию она у вас будет включена. И не советую её отключать. Опять-таки, это для того, чтобы корректно работала программа. Ну а всё следующее, здесь уже по желанию. То есть, здесь уже настраивайте так, как хотите. Здесь можно долго экспериментировать. Дальше идём в «Интерфейс». Здесь работать в фоновом режиме. Опять-таки, если у вас большая проблема с оперативной памятью, и вам её не хватает, то здесь галочку можете убрать. Ещё хочу подметить, что здесь есть очень хорошая и полезная функция. Это вызов одним щелчком в области уведомлений. То есть, наведу пример. Смотрите, я сейчас её отключаю, и что изменится? Чтобы запустить эту программу, мне нужно нажать не один раз, а два раза левой кнопкой мыши. То есть, вот, раз-два. В таком случае, она у нас запустится. Но если поставить здесь галочку, то в таком случае, вы будете её открывать по одному клику. То есть, смотрите, разочек нажимаю левую кнопку мыши. Разочек нажал. Всё, программа у нас открылась. Это намного удобнее и побыстрее. Ну а всё остальное уже, опять-таки, настраивайте так, как хотите вы. Здесь просто дофигища настроек. Так вот, честно, я удивлён, что программа, хоть и весит мало, и в принципе, это очень маленькая программа, казалось бы, да. Но даже при этом, даже при этом, у неё очень большое количество различных настроек. То есть, вот, можете даже изменить приоритет. То есть, допустим, если вы хотите, чтобы программа ещё быстрее находила какие-то файлы. То есть, чтобы работало более шустрее, то в таком случае просто берёте и меняете здесь везде приоритет на высокий. Вот, просто ставите на высокий приоритет, применяете, и всё. А теперь, если вы хотите что-то найти, то оно будет ещё быстрее работать. Допустим, я хочу найти Steam. Просто беру, вписываю Steam. Всё, буквально, буквально мгновенно. То есть, видите, мгновенно оно находит все файлы, которые связаны со Steam. И это, ну, прям очень круто. Так что, абсолютно всем советую использовать данную программу, потому что, ну, это буквально, знаете, эта программа, она полностью берёт и заменяет вот этот вот поисковик. То есть, дефолтный поисковик Windows, который работает очень коряво и не может найти те файлы, которые тебе нужны. Так что, данная программа просто берёт и заменяет тебе поисковик. Так что, здесь просто вот по кастомизации, по всему, то есть, можете даже изменять интерфейс, если хотите. Просто какие-то бинды даже ставить. Ну, этого очень много. Также, можете здесь очищать историю. Либо же, можете выбрать самостоятельно, когда будет очищаться история. То есть, история это то, что вы искали. Смотрите, то есть, видите, здесь показываются те файлы, которые я уже искал и запускал. Теперь, допустим, я нажимаю очистить. Нажимаю ОК. И здесь тоже нажимаю очистить. Нажимаю ОК. Всё. У нас история полностью очистилась. И, как видите, здесь уже больше ничего не показывается. Точнее, не показывается то, что мы уже искали. Также здесь вы можете настроить индексирование, то есть поставить галочку, допустим, чтобы вам показывалась еще дата создания файла, либо же размер папок, то есть сколько весит папка и тому подобное. Здесь просто вот настроек, ну, очень много, учитывая, что это такая маленькая программа и здесь настолько много настроек и это еще и абсолютно бесплатная программа, я просто поражен. Я этому поражен, потому что программа, она, ну, просто 10 из 10. Я считаю, что данная программа должна быть буквально у каждого пользователя, потому что данная программа сможет тебя выручить в абсолютно многих ситуациях, где тебе нужно будет найти какой-либо файл. Так что, в принципе, вот такой вот обзорчик на данную программу получился. Если что, ссылочка будет в описании, переходите на сайт, скачивайте ту версию, которая вам нужна и устанавливайте, настраивайте и наслаждайтесь. В принципе, вот такой вот видосик сегодня у нас получился. Ну че, ребятки, на этой прекраснейшей нуте видосик будет подходить к концу. Так что, всем огромнейшее спасибо за просмотр, вы были на канале Экзи, до скорых встреч, всем удачки и всем пока-пока.